Так, еще хотел несколько вопросов успеть, Борис, вам задать относительно заявления господина Столтенберга. Значит, Столтенберг боится, что война в Украине может перерасти в войну между НАТО и Россией. Значит, об этом он сказал в интервью НРК, обнародованным в пятницу. «Я опасаюсь, что война в Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией, но я уверен, что нам удастся этого избежать». Каким образом они пытаются этого избежать, не предоставляя Украине более мощного вооружения? И где вот та грань, как вы думаете, на их взгляд, что может произойти, чтобы эта война... Потому что в умах Путина и россиян они давно уже воюют со всем миром, даже не то, что с НАТО, уже там «all the world» против их, значит, мальчиков в окопах, которые мерзнут. Где вот эта грань, между которой происходит война НАТО и России напрямую? Ну, их грани несколько, мне кажется, этих. Например, грань закрытия неба. Почему небо не закрывают? Потому что это тогда всё прямое столкновение, тогда ПВО НАТОвских стран вынуждено будет сбивать российские самолёты, российские ракеты, там всё, и война, война. Хотя, да, действительно, Василий, вы правы, на всех российских каналах не иначе, как с НАТО и со всем миром воюет Россия. Потому что нельзя проигрывать Украине, нельзя убегать из Херсона под натиском вооружённых сил Украины. Но можно убегать из Херсона под натиском польских наёмников, не знаю, там, НАТОвских каких-то инструкторов и так далее, и так далее. Это не так стыдно. Хотя убегают-то они под натиском наших вооружённых сил, за что им честь и хвала. И, да, передача оружия. Проблема-то в том, что Путину всё-таки удаётся напугать Альянс тем, что я как вступлю в войну, всё, если НАТО вступит, это всё, значит, ядерные удары и всем. И ему удаётся напугать, в том числе и представителей НАТО, и в том числе и европейских чиновников, что он настолько неадекватный, что вот может там по странам НАТО ударить. Хотя мы прекрасно понимаем, что если бы весь боевой потенциал НАТО был в Украине, то российская армия, я думаю, пару дней бы в лучшем случае протянула, а потом была бы, ну, даже заходить не нужно было. То есть ракеты дальнего радиуса действия, авиация, Хаймерсы, коих у Соединённых Штатов, по-моему, штук 400, если меня не изменяет память. Представьте себе на секунду, что 100 бы сюда заехало хотя бы. Флот, который с дальнего расстояния просто черноморский флот, я не знаю, или балтийский, на ноль множит. Поэтому, конечно, россиянам сейчас выгодно говорить, что они воюют с НАТО, они вынуждены так говорить. Но страх НАТО не вмешаться в эту войну, мне тоже понятен. Никто не хочет войну на своей территории. А Путин достаточно всех напугал. Поэтому будут делать периодически такие заявления, но за что им большое спасибо, начали передавать оружие, которое действительно можно использовать для наступления. Сейчас там про танки, про авиацию речь идёт, про новые ракеты. Поэтому я думаю, что всё идёт к тому, что у Альянса стратегия медленного перемалывания российской военно-промышленной машины и армии. Потому что если быстро по ней ударить чем-то, они отползут, перевооружатся и приползут снова. Ещё одно хочу попросить вас заявление Путина прокомментировать. Там, где он вышел с бокальчиком то ли шампанского, то ли, не знаю, что он там пьёт, стволовые клетки. Значит, когда он сказал, что вот очень много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре в соседней страны. Да, это делаем мы, сказал он. Я прошу прощения. Когда поменялась риторика? До этого он заявил там про увеличение российских территорий. Но ведь мы помним там заявление с 24 на 25 февраля. И далее были, что вопрос оккупации не стоит. Значит, мы там... Тут Россия, значит, увеличение территорий. Тут он уже не скрывает о том, что бьёт по энергетической инфраструктуре. Куда делась риторика про освобождение, денисификацию, помощь и так далее? Риторика. Ну, Путин просто кайфует от того, что он может врать так, как хочет. Вот сегодня будет мобилизация, завтра не наоборот. Не будет, завтра будет. Никакой второй волны не нужно, достаточно. А потом скажут, вторая волна. А что вы мне сделаете вообще? Я Путин. Я что хочу в этой стране. Куда хочу, туда и веду этот скот на убой. Я вас за людей не считаю. Выборов открытых не ждите. Я буду сидеть до конца жизни своей. Что вы мне вообще сделаете? А вот риторика для международных партнёров – это немножко другое. И вторая часть его фразы была. А зачем они по Крымскому мосту ударили? Это наш ответ. То есть, Путин периодически выходит и несёт какую-то такую вот странную ахинею. Это приём такой. Большая ложь в пропаганде ещё геббельсовская была. Что ложь настолько чудовищная, что в неё сложно не поверить. Точнее, что сложно поверить, что можно такое придумать вообще. Поэтому он выходит и говорит, да, это мы. И будем продолжать. До этого заявляли, будем бомбить, пока оружие будете поставлять. Теперь, значит, потому что вы Крымский мост взорвали. И линии, как он там ещё сказал, подорвали линии АКУРскую АЭС. То есть, ему нужно просто повод придумать, почему он это делает. Пусть это даже самый чудовищно лживый повод будет. Например, мы напали на вас, потому что вы хотели напасть на нас. Вот кто-то в здравом уме может предположить, что вот такая вот небольшая Украина собиралась напасть на ядерную Россию. Представьте себе на секунду. Но тогда внутри, Борис, простите, ну вот иногда всплывают у меня где-то или в Ютьюбе, или в ТикТоке вот эти ролики, когда внутри российских городов на улицах задают вот эти вопросы, там на какую-то маленькую петличку. И люди говорят, ну, понятное дело, почему операция, потому что они бы на нас напали. То есть, им этот месседж, им вдолбили в голову Соловьёва с Симонянами, что Украина бы напала. Ну, то есть, это для них уже как бы ясная ситуация, что маленькая, простите, по европейским масштабам не маленькая, ну, по сравнению с территорией 140-миллионной России, против ядерной России Украина должна была на них напасть. Причём, по какой причине, для чего, непонятно, но им это объяснили. Значит, им объяснили, что Украина не самостоятельна. Это марионетка, значит, НАТО, англосаксов, кого хотите, Байдена. И именно они нас столкнули напасть на Россию. Но и когда им задаёшь встречный вопрос, хорошо, вот только бы сапог первого нашего военного переступил бы вашу границу Курской области, у вас были бы все права нанести ядерный удар по Украине, и вам бы слова никто не сказал, и санкций не было бы никаких. Мировой изоляции, потери рынков и так далее. Почему так не сделали, почему не дождались? Дальше у них есть самый главный ответ на все вопросы. Когда у них нет ответа на какой-то, они говорят, Путину в Кремле виднее, мы люди маленькие. Всё, на этом все вопросы заканчиваются. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!